Добро пожаловать в очередной особенный день. Я зажег особенное долговоние. Я надеюсь, вы тоже разделяетесь на ощущения, что этот день особенный. Сегодня я бы хотел посвятить занятия вдыхательной техникой, разбору техник Проноямы, которые я периодически включаю в наши с вами практики. Я буду довольно подробно объяснять каждую технику и давать какие-то общие рекомендации по практике. Но в самом начале нужно сказать еще пару слов, предваряя занятия. Во-первых, как показывает моя личная практика, ну и как вообще по ощущениям лучше входить в техники Проноямы. Дыхательные техники, во-первых, требуют вашего осознанного решения, что да, я буду регулярно заниматься дыхательными техниками и смогу уделять им такое определенное количество времени, которое вы сможете им уделять. Например, от 15-20 минут за один подход к практике. Это может быть больше, например, полчаса, например, даже час. Но здесь нужно смотреть, нужно соблюдать определенный баланс между динамическими дыхательными техниками и техниками, которые направлены больше на созерцательность, медитативное состояние сознания, на погружение внимания во внутреннюю глубину. Сегодня я предложу и те, и другие. И начнем мы с динамических. Между некоторыми циклами будем вставлять дыхательные техники, связанные больше с самонаблюдением, которые углубляют состояние сознания. Вот. Ну и посмотрим, что из этого получится. Кроме того, тоже важный момент. Вы должны быть в связи со своим телом. Вы должны его очень хорошо чувствовать. И в этом случае, если вы ощущаете свое тело хорошо и в целом отдаете себе отчет в тех процессах, которые в нем происходят, на разных уровнях. Хотя бы на уровне ментальном, на уровне ощущения тела, на уровне того, как меняется ваше состояние, восприятие. Если меняется, если не меняется, тоже отдавать себе в этом отчет. В общем, нужно быть в контакте с самим собой. Это принципиально для отдыхательной техники. Кроме того, не видится, что вот просто так вот брать, садиться и начинать дышать несколько неэффективно. Потому что требуется достаточно много времени на настройку. Либо настройка идет в положении сидя. Но люди западного менталитета, в частности люди из России, не сильно-то привыкли к положению встать долго. И сидящая медитация, особенно если человек не занимался хотя бы несколько лет практикой йоги, может показать свою неэффективность в данном случае. То есть техники должны подбираться исходя из того состояния, в котором находится человек. Почему занятие часто выстраивался в такой некий поток? Поток перетекания из одной формы в другую. нету прямо такого, что мы в одной позе очень-очень долго находимся и проживаем, обращая внимание на все инициации исполнения. Одна из причин в том, что не приспособлено внимание в такой работе. И к этому нужно подходить аккуратно. то же самое, как, например, индийская манера обучения в музыке. Дается одна короткая фраза, либо фраза из нескольких слов, так сказать. И эту фразу нужно играть около месяца. Пожалуйста. Так в Индии обучают. Это безумно скучно, но оно себя может оправдать. Только в случае, если человек прям тотально верит в тот путь, который он выбрал, и действительно, ну, посвящен тому делу, которое он делает, ему нет, в общем-то, никакого дела в доступе, которое он может достигнуть. То же самое в практике йоги. Вот мы берем асану. У нас есть непосредственная цель. Например, Пашхиматанасана. И все. И мы в этой Пашхиматанасане по полчаса рядом находимся. Что, кстати, тоже будет вредно, если просто так вы заметите. Но нет, мы не будем в ней находиться по полчаса. Мы будем разными формами к ней подбираться. С разных сторон. Поочередно обращаем внимание на разные участки тела. Увеличивая, скажем так, коэффициент осознанности в теле. И потихоньку будем в нее заходить. С дыхательными тоже. Если вы сразу сядете и будете дышать техники на ямы, на созерцательность, на глубину. Только у меня было в самом начале. Я вообще, в принципе, не понимал, для чего это я сижу. С закрытыми глазами. И дышу через правую, через левую ноздру. Что это мне вообще дает? Ну и это проходит со временем. Поэтому моя рекомендация и мой личный опыт показывает то, что имеет смысл перед парноямами делать серию асан, либо серию виньяс, либо серию гимнастики суставов. Так или иначе себя подготавливать. Либо подготавливать те зоны участки, которые участвуют в движении. Например, мы будем подготавливать, как мы уже делали на протяжении нескольких занятий, подготавливать ладони, растирающие воздействие на ладони для увеличения чувствительности в руках. Это принципиально, когда мы используем пассы движения руками. Вот так. Ну и плюс необходимо нарабатывать состояние практики. в котором вы пребываете. И вот вы сели на коврик, либо встали, либо что угодно, легли на коврик. И вы уже, по сути, в этом состоянии. Что-то предваряет, какие-то впечатления дня – хорошо, пусть предваряет. Какие-то сомнения – пусть предваряет. Что-то еще – неважно. Все это с вами есть. Никуда оно не денется. Но мы это можем оставить в стороне. Мы сели на коврик, заняться другими делами. И навык переключения внимания здесь также принципиально. И так. Пыхательные техники на яму. И так. 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 начнем. Правая нога ближе. Левая. Левая фиксирует правая нога. И так. 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 Растираем ладони. Рука сверху, левая снизу. Продолжаем. Левая рука сверху, правая снизу. Правая рука за левое запястье. И так. 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 Меняем левая рука за правое запястье, старающая воздействие. Уже сейчас мы настраиваемся на свое дыхание. Дыхание свободное, естественное. Осознанное дыхание. Указательный пальчик поддерживает протрять. Руки. Руки. Замок. Простираем основание ваших пальцев. Основание ладоней. Внимание к суставу пальцев рук. Внимание в серединке ладоши. Словно выжимаем в воздух. Без ладоней. Плотный замок. Движение справа налево. Правая рука ведущая при движении. Движение слева направо. Левая рука ведущая при движении. Полнообразное движение пальцев. Полнообразное движение пальцев. Три движения. Три движения в одну. Три движения в другую. Три движения в другую. И так за одну и в другую сторону идут. Хорошо. Дальше. Замочек ввели вперед. Выдох. Спину приблизи. Со вдохом возвращаем. Так несколько повтор. Выдох. Замочек вперед. Вдох возвращаем. Есть такое мнение, что по сути даже в технике асан. В практике асан. Уже заложена практика пранаяма. Это мнение оправдано. Потому что в каждой позе мы дышим особенным образом. Особенно когда используем концентрации внимания. Специальные точки внимания. Дришки. На вдохе. На выдохе. Так что да. Можно и так сказать. Есть специализированный набор техник. Непосредственно работающих с дыханием. Этот набор техник мы сегодня рассмотрим. Замочек вперед. Вверх. Затылку. Из-за головы почувствовать. Словно по позвоночнику поднимаемся руками. Выводя спиральку ощущений, волной вверх. Замок назад. Обороты крути. И вдох. Ладони соединили. Большие пальцы по их плечам. Лицо вверх. Выдох. Ладони к макушке. Взгляд вперед. Развернули тыльные стороны. Раскрыли пространство. Вывели руки вверх. Вдох. Выдох. Плавно через сторону вниз. Вниз, вниз, вниз. Из ладони ощущаю пространство вокруг. Перешли вперед на ступни. Отвисание. Голос вешаем, шею. Расслабляем. Ладошки под коленей. Головой коленей на живот. Ладони на коленях. Подныривание. Плечи расправляем. Активизирующие проноямы. Дыхательная техника. Связанная с простукиванием. Проглаживанием. Прохлоплением грудной клетки. Важно учитывать бандхи. Нижний замок. Мулабанк. Мулабанк состоит из трех составляющих. Ошивание мудро. Это подтягивание мышц на расфильтарах. Ваджроле мудро. Подтягивание мышцевых органов. И мулабанка непосредственно. Это подтягивание мышц между ними. Но когда мы выполняем данную технику. Под мулабанкой. Мы понимаем. Все данные замки. Выполнены одновременно. И мы удерживаем низ. Хорошо. Затем. Второй замок. Джиланхара банка. Это когда подбородок с себя. Есть вариант. С утапливанием подбородка. Ногу с шеей. Мы это ощущаем. Есть вариант. Когда подбородок идет вниз. Голова слегка наклоняется. Извиняюсь. Я немножко отвлекаюсь на маркишек новых. И нам эта техника нужна. Как на вдохе. Так и на выдохе. На вдохе она особенно важна. Потому что позволяет не падать в обморок. И избегать перепадов давления в голове. На выдохе так же принципиально. Ну, если вы будете просто делать задержку даже. Вы можете почувствовать свое теле на уровне ощущений. Что именно вот этот замок. И натягивание вот этого вот. Натягивание области затылка. Будет обеспечивать. Правильность выполнения. Третий замок. Диана-банк. Втягивание желота в себя. Диана. Либо адвесар. От кого-то приедет. Вакуум. Купок идет к позвоночнику. На задержке дыхания на выдохе. Как правило, делается форсированный выдох через рот. Возможно, даже еще потом до выдох. Так что вы полностью освободитесь от воздуха. И уже на полном освобождении от воздуха делаются брюшные манипуляции. Либо удержание в статике Тутияна. Либо в динамике Диана-банк. 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 Итак. Приступим к технике. Нажимаем в крючную клетку. Дох через нос. Выдох через нос. Глубокий полный вдох. Задержка на вдохе. Подбородок себя. Джиландхара. Нижний замок Мулабанха. Ниживота подтягиваются. На вдохе также. Получается, у Диана на вдохе. Когда просто ниживота подтягиваются. И идут движения руками. Простукиваем. Проглаживаем. Прохлопываем. Вдох-вдох. Выдох через рот. Основание ладони и колени. По идее, ощущения пойдут отсюда вверх, в сторону живота. При этом простукиваем. Спина прямая. Брюшные манипуляции. Агнистарь от полца приедет. Если нужно еще раз вдохнуть, вдыхаем. Потом форсированный выдох через рот. И брюшные манипуляции. И брюшные манипуляции. Как сделали до-выдох. Мягкий вдох. Мягкий выдох. С очередным вдохом руки через сторону вверх. Внимаем окружающее пространство. Ладони соединяются. С выдохом. Руки главной через сторону вниз. При сгибании в корень и при сгибании в локтях. Вдох через сторону вверх. Выдох через сторону вверх. Вдох через сторону вниз. Вдох через сторону вниз. Хорошо. Сразу переходим к следующей технике. Теперь мы будем сопротивляться вдоху руками. Сжимая на вдохе грудную клетку. Выдох будет естественным через нос. Итак. На вдохе сопротивляемся. Я беру обычно цифры 8, либо 11 повторов. Вдох через Augenбурт Pe ב�Il Жonde. Вдох через сторону. Вдох через сторону. Вдох через сторону. Теперь полный вдох И выдохом все тоже помогаем Форсированный выдох через рот Задержка на выдохе Втягиваем живот Поднимаемся с втянутым животом Джаланхара, три замка, задержка на выдохе Итак, вдох, сопротивление Выдох через рот Живот втянули Поднимаемся, плечи расправили Три замка, нижний, средний, верхний До выдох, вдох Замочек, подхват Продолжение вдох Вы ног чуть назад, смотрит перед собой Вперед, выдох, вниз Движение руками, вдох Сверху спать и снизу Продолжение вдох Вдох Выдох Выдох Еще три повтора Вдох Продолжение вдох Выдох Вдох 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 Выдох 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 Вдох Выдох Глаза приобрели и все на ногах. Мягко дышим. Сразу следующая дыхательная техника. Повтор первой. Задержка на вдохе. Затем повтор второй. Задержка на выдохе. Получится четыре раза. Без подробных комментариев сделаем техники. Ладошки плавно вниз. Затем нажимаем грудную клетку. Вдох через нос, выдох через рост. Звук муха. Помогаем себе руками вдыхать. Звук мух. Звук муух. Звук мух. Глубокий полный вдох Три замка Задержка на вдохе Простукиваем Проглаживаем Прохлопаем Вдох-вдох Крюшные манипуляции Вдох-вдох Вдох руки через сторону Ладошки в тыльные стороны Выдох выключить в сторону Еще несколько раз Внимаем пространство вокруг на вдохе Ощущаем свое тело в окружающем пространстве На вдохе Из машины Вдох-вдохе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вдох, выдох. Подхват. Вдох. Продолжение вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Продолжение вдох. Вдох, выдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, ладошки вверх, сверху, вниз вверх, сверху, вдох, вдох, выдох, 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 самонаблюдение. Напомню, базовая стойка колени слегка подсогнута, поясничный прогиб убран, легче расправлены. Лапушка тянется вверх, плавка ладошки на бедра, и движение руками пошли, с поворотом влево-вправо. Руки как плите, руки расслаблены, и движение по инерции. От стоп, инерция задается сквозь все тело, вверх, доходит до рук. Поворачивая голову в стороны, да закручиваем к себе. Когда поворот, коленки слегка сгибаются. Когда находимся в центральной позиции, ноги выпрямляются. Дыхание здесь получается успоренное. Если движение синхронизировано с дыханием, то вдох, центральная позиция, выдох, в сторону. Можно сказать, что это также упакательная техника, опосредованная. Также перераспределяет ощущение. Это поле, которое мы руками сейчас формируем, называется плащ уверенности. Ваше рабочее пространство, где вы протихуете. Ваше рабочее пространство, где вы протихуете. Ничего лишнего. Все по спорту. И ваше. Хорошо. Идем дальше. Руки ладонь перед собой. Выводится вверх. Встрятывая. Долг и вытягивая. Просто вытянут. Выдох. План. Перчик поставили. Встрятывая с собой. Указательные пальчики вытянутые. Вращение по часовой стрелке. Как если бы над вами был цифроват, и вы вращали стрелку, мол, в ходу часов. Сначала движение от грудного отдела по расходящейся спирали. Начинается с маленькой спиральки. Затем все больше, больше, больше. Вдох назад, выдох вперед. Чувствуем, что происходит с весом тела. Очищаем центр массы. По стопам. Словно по окружности. Также мы проходим весом тела. Движение от поясницы. Таз фиксируем. Вдох назад, выдох вперед. Движение от таза. Наиболее амплитудное движение. Таз фиксируем движение от поясницы. Движение от грудного отдела. И под вытягиваем. Ладонь. Вдох. На основании пальцев. Взгляд вверх. Выдох. По средней линии вниз. Ладонь и ногу от живота. Это самая новая идея, глаза прикреплены. Плавных носов. Второй подход. Вращение к противочасовой стрелке. Ладони. Вдох. Подвытикнусь. Взгляд вверх. Снимание пальцев. Выдох. Пятки поставили. Упазательные пальчики вытянуты. Остальные межпальцевые пространства. И противочасовой стрелки. Движение от грудного отдела. Тянемся всем телом. Вдох назад. Выдох вперед. Движение от области поясницы более глубокое. Движение от области поясницы более глубокое. Также круговая траектория. И в стопах мы ощущаем этот звук. Движение вот так же. Движение от грудного отдела. Движение от поясницы. Движение от грудного отдела. Движение от грудного отдела. И подвыти. Вдох. Ладони соединяем. Взгляд вверх. Выдох вниз. По средней линии вниз. Низ. Глаза прикрыли. Снимаем. Низ. Низ. К ногам. Еще несколько закручивающих движений в одну другую сторону. И наблюдаем, как качество движения меняется. Раскручиваем. Поворот головы. Напомню, закручивание спины. Тело. Расслабленное. В то же время вы ощущаете определенный потенциал. Который вы накапливаете. Тонусность. Жизнную силу. Вау. Идём с вами дальше. Ладонь проглаживаем вниз по ногам. Голос есть и шеи расслабли. Сразу присаживаемся. Ладошки поверх на ноги. Голова между коленками. Ещё несколько закручиваний. Ноги. Левая рука твёрдая пальца на линии с бедром. Правая рука. Плечи в сторону вниз. Дух вытянется и вытянется. Дух вытянется и вытянется и вытянется. Доксироваться. Дух вытянется и вытянется. Левая рука. Плечи в сторону вниз. Смещаемся движением к переднему краю коврика, ладони под колени, позвонок за позвонком на спину. Голова тубная, поправить положение тела, ноги вяточкой можно соединить вместе, руки удобно в твое тело, вяточки соединили, а затем носочки сами собой разошлись в сторону, в затылок наш порог. Вдыхательная техника. Вдох, поднимается правая рука. И по мере движения правой руки идет поворот головы налево. Пильная сторона коснется, голова повернется налево. Выдох также медленно, словно мы правой рукой контролируем вдох и выдох. По мере выдоха рука опускается, голова поворачивается лицом вверх. Затем левая рука вдох. И здесь мы растягиваем как вдох, так и выдох. Все делается очень медленно. Используется тип полного дыхания. Ощущается правая сторона тела, левая сторона тела. Раскрытие то справа, то слева. С подъема руки. Еще медленно. Ужаляемся в глубину. Продолжение в возрасте. Состояние челы и кожи. Позицию вам ощущения, ярко влезет, в сторону и расслабляет. И здесь можно подержать на левую практику на левую класку. Это значит полная дыхание. Полное дыхание, значит, вы дышаете сначала животом, потом грудной клеткой, потом область включить, это так, грубо говоря. То есть вы сначала чувствуете, как воздухом наполняется живот, потом вы ощущаете, как воздухом наполняется грудная клетка, потом область включить, ощущение распирания грудной клетки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Причем ощущение распирания идет не только спереди, но и сзади. Дополнение клетка не только спереди, но и сзади. Только грудную клетку. Ребра спереди, ребра сзади. Весь объем. Левая рука опустится, и это будет завершающий в этом цикле дыхательное движение. Дальше. Почувствую эфир. Дальше. Ладошки под колени. Качнуться вперед. Дальше. Положение сидя. С правой ногой ближе. Левая нога опустирует правую. Дальше. Руки. Мы будем менять пальцевые жесты. Указательные. С большими, средние, с большими, безымянные, с большими, мизинцы с большими. Такой чередности. Каплавхати. Хастрика. Еще будет несколько титров. Итак. Сели в положение с прямой спиной. Допознательные большие пальчики соединили. Каплавхати. С последующей задержкой на вдохе. Напомню. Каплавхати. Это частое подтягивание области пухка к позвоночнику. Подтягивание желота в себя. И частое выдохи через нос. Сто восемь повторов. Что? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хастрика бронояма, 21 повтор, то же самое, что полное дыхание, только выдох, вдох и учащается. Задержка на вдохе будет. Задержка на вдохе. Три банки, фиксация задержки, грудная ответка в тонусе. Задержка на вдохе. Мягкий выдох, мягкий вдох, мягкий выдох. Безымянные пальцы. Большой безымянный. Меняем положение ног, справа на вдох, движем. Соединяем 108 циклов капалабхати, 21 цикл капастрики. С задержкой также на вдохе. Облопать. Досы в 170 г. Досы рассчитания в этой глубины. Можно экспериментировать со скоростью, с темпом, увеличивать скорость, уменьшать, искать комфортную, искать где уже не очень комфортно. Смотрите, исследуйте, продолжаем. Переходим сразу на пластинку. Смотрите, продолжаем. Панхи держим. Продолжаем. 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 меняем положение ног с левой ногой ближе большие пальчики с мизинцем и будет задержка теперь уже после выдоха и 3 банки максимально подольше подержать задержку выдох через нос вдох через нос форсированный выдох через рот задержка желудоке одежды затем до выдох мягкий вдох мягкий выдох хорошо пойдем дальше ступни выводятся перед собой наклон вперед в первую очередь животом вниз держась за лодыжки спину назад голову в себя и живот вперед грудную клетку вперед плечи расправляем вдох подтягивание мышц тазового дна язык по нему назад в ворву глаза между кровью выдох поверхностный расслаблен вдох под вытягиванием выдох поверхностный расслаблен техника сету банк называется трансформация сексуальной энергии перераспределение жизненных токов в организме направление энергии из основного котла в центре живота на плану духовной ментальной и ментальной и творческой реализации вдох язык по нему назад в ворву глаза вверх брови подтягиваем мышц тазового дна вдох более поверхностного слаба вдох более поверхностного слаба с выдохом спину назад голову в себя ладони на колени плечи вверх назад дальше левая нога ближе правая нога фиксирует левую следующая техника называется брамари пранаяма брамари переводится как жужжание и в данном случае само слово является звукоподражанием то есть уже само слово воспроизводит некое жужжание характерно пранаяма тем что издается особый звук низкий звук и вы чувствуете как вибрирует весь череп настраиваясь на этот звук на руках мы сложим большие пальчики безымянные и средние мизинцы указательно выведем сначала просто попробуем вдох через нос выдох через нос выдох также через нос и с гудящим звуком вдох через нос возьмите внутри видео в Продолжение следует... 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 На выдохе челюсти размыкаются расслаблены между челюстью. На выдохе челюсти размыкаются расслаблены между челюстью. Есть варианты также с практикой задержек. Допустим, делается вдох, задержка, несколько счетов про себя, 4 счета, 8 счетов, по-разному. И выдох, брамори. После брамори можно тоже делать задержку после выдоха. С подтягиванием живота, с вытягиванием и еще большим направлением внимания глубины в самосприятии. Какой-то набор техник. Много всего, чем можно поделиться, много всего интереснейшего. Но нам желательно укладываться ориентировочно до полутора часа. В данном формате, в котором мы сейчас с вами работаем, до полутора часа практически происходит. Еще одна техника. На дешевке номерная яма. Хорошо вам знакомая, известная. Перед ней мы сделаем еще технику завершения потока структуры при образовании. Причем поделаем ее подольше. Ну, давайте сделаем такое минимум, 108. Цеповка по лопате. Ноги у вас в сторону. Глубина вывода ног не важна. Если здесь у вас спина не прямо, ноги можно держать в таком положении. Можно то же самое делать с перекрещенными ногами, но с правой ногой ближе. И тогда на задержке, на вдохе, вы будете в таком положении. Ладошки держать на коленях. И следующее движение будет. Раз. Два. Ладони соединить. Возможно, поменять положение ног, ступни соединить. Если получится. То нормально. Если здесь у вас опять же спина не грубится. Если сидеть неудобно, что-то подкладывается. Здесь. И чтобы вы себя чувствовали более комфортно. Итак. Либо так сидим, либо ноги в сторону. С носками на себя. Таз больше вперед. Носочки натянуты на себя. Ладони под коленей. Головой в сторону живота. На выдохе сильнее. Ладони под коленей. Впереди. Живот вперед, грудной клеток вперед, лица вверх. Язык по небу назад, горную глаза, межброви. Вдох. Выдох. Почувствуй. И в данном положении капалабхати 108 циклов. С последующей задержкой на вдохе. ТОМК. ДОМК. Субтитры делал DimaTorzok Полный выдох Полный вдох Задержка на вдохе Язык по ногу назад к вороту Глаза межброви, снизу все подтянули То плечи расправляются, то подтягивания сильнее То плечи расправляются, то подтягивания сильнее И так еще несколько раз Держим По возможности долга Когда чувствуете, что скоро выдыхать Коротким движением руки свели Большие пальцы кулаки Это все еще задержка на вдохе И затем с выдохом С хлопыванием Внимание по центру, тихо Держим 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 Плот Держим 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 Дальше С левой ногой ближе Надя Шотхан На левой руке указательный большой пальчик Правая рука указательный средний угол слева Большой прикрывает правую ноздрю Мизинец безымянный и левую ноздрю Вдох через левую ноздрю, выдох через правую Вдох через левую, выдох через правую, вдох через правую, выдох через левую. Вдох через левую, выдох через правую, 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 выдох через правую Вдох, левая сторона тела. Вдох, и с левой стороны тела в серединку, по центру, межброви центральной области позвоночного. Вдох, и с правой стороны тела. Далее Gradual, меняем концентрацию внимания. Вдох, прохлада у нозгay, через которую мы вдыхаем. Выдох, тепло у нозгие, через которую мы вдыхаем. Вдох, выдох, он ваш кустом вопросов, прохладный нас rest bed. Чтобы свободноuest нелюблядь, то взбираю т愛. И теперь одновременно мы ощущаем вдох. Глаза межпровья, прохлада в ноздре, через которую выдыхаем. Центральная линия тела. Выдох. Глаза в сторону выдоха. Тепло в ноздре, через которую выдыхаем. Одна из сторон тела ощущается более ярче. Девушки отдыхают. Закончили выбор через левую струю. На руках указатель небольшие пальчики сложены. Отпустили пальцы уже и спешили. Корнояма. Тема очень насыщенная и достаточно много чего можно в ней сделать. Я предложил один из возможных комплексов, связанных с данными типами. На руках складывается пальцевый жест. Сегодня это будет левую ладошку внизу, правая поверхность. Большие пальчики соединили и по центру тела. Общее положение рук. Медитативная поза. Внимание больше направляем на присутствие в данном моменте. Проживание всех тех процессов, которые у вас сейчас происходят. Всех мыслей провожаем. Внимание. Движение мыслей занимает к ней позицию наблюдения. Мысль проявляется. Сама себя думает. И куда-то дальше уходит. На смену к ней может приходить следующая мысль. Ни за какие мысли мы не цепляемся, спокойно и через себя пропускаем. Где-то внутри улыбаемся. Продолжение следует. 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 Убокий полный вдох, с выдохом глаза открываем. Благодарю за практику. Если вам еще требуется какое-то время полежать, переходим в положение лежа, какое-то время присутствуем. В целом, после практики пранаямы, в данном варианте, если они переходят в практику медитации, то есть, конкретно переход в положение лежа, в данном случае, можно делать и по моим ощущениям. Если необходимо, даем себе 15-20 минут на шавас. Внимание двигается от периферии тела к центру. Также наблюдаем за дыханием, за потоком мыслей, как он сам себя исчерпывает. Мы прислушаемся к чему-то большее, поможем устоять за всем этим. До новых встреч!